Меня зовут Вилли. Мне 70 лет. Мне нравится то, что я делаю. Это часть истории. Я вырос среди оружия. Встаю около 4 утра. Я езжу на мотоцикле туда и обратно на работу. Открываю магазин, сажусь на свое место, иногда сразу же начинаю работать с оружием. В основном работаю со старыми стволами, выпущенными до 1900 года, хотя и знаю, как управляться современным оружием всех видов. Оружейная промышленность переживает подъемы и спады. Моржа на самом деле невелика, в пределах 10%. Если продать ствол за 700 долларов, можно заработать 75 или 100. В ассортименте огнестрельного оружия в этом магазине есть стволы соревнований или занятий спортом. Дробовики, винтовки, пистолеты. Все что угодно. Есть и старые модели, антикварные. Также в магазине есть целый ряд аксессуаров, непосредственно связанных с огнестрельным оружием. Это и рукоятки, и патроны для полуавтоматических моделей. Мы также занимаемся шлифовкой. Каждый день люди приходят сюда, чтобы посмотреть или купить оружие. В магазине может находиться от 25 до 30 и даже до 50 человек. Что касается поставщиков, то их несколько. Одни специализируются только на патронах, другие на поставках самих стволов. Иногда мы работаем с так называемым дистрибьютором. Чаще всего это склад, в котором есть много нужных нам товаров. Любой, кто собирается открыть такой магазин, должен подать заявку на федеральную лицензию на огнестрельное оружие. Нужно зарегистрировать название компании, обзавестись помещением и получить эту лицензию. Затем нужно иметь дело с местными властями, а еще с администрацией штата. Мы работаем с DOG, министерством юстиции Калифорнии. Также нужно иметь дело с федеральным правительством, со структурой BATFE. Это бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам. В штате Калифорния это называется сертификатом на огнестрельное оружие. Нужно пройти тест, который связан с законами штата, правилами безопасности и обращения с оружием. После того, как пройдете тест, получаете сертификат. Тогда вы сможете купить огнестрельное оружие в Калифорнии, будь то винтовка, дробовик или пистолет. Чтобы купить пистолет в Калифорнии, нужно быть старше 21 года. А чтобы купить винтовку, вам должно быть не менее 18 лет. Большинство наших стрелков это любители стрельбы, спортивные стрелки. Много охотников, но есть и много тех, кто любит стрелять по тарелкам и увлекается стендовой стрельбой. Также есть стрелки на дальние дистанции, на тысячу ярдов. Они любят стрелять именно так. Я всегда увлекался механикой, оружейным делом занялся, так сказать, задним числом. Был и машинистом, и сварщиком. Делал детали для людей, которые чинят оружие. Занимался такими вещами всю свою жизнь. Я научил своих детей стрелять. Рассказал о правилах безопасности оружия и стрельбы. Моя дочь Линда, вы видели ее у меня дома, умеет стрелять. И мой сын Бо, они оба стрелки. Я бы хотел, чтобы молодежь хорошо знала правила безопасности. Как обращение с оружием, так и других вопросов. Думаю, многие дети не получили нормального воспитания от своих родителей. Они не отличают правильное от неправильного. Их знания размыты. Я вырос на вестернах. В старых вестернах всегда была история, которая четко показывала, где добро, а где зло. Нас учили, что такое хорошо и что правильно. И показывали, что такое плохо. КОНЕЦ КОНЕЦ